Вопрос, который был и у меня и остался. Почему Господь допустил страдания Иова? Почему Он дал сатане так вот вплотную подойти? Хорошо, хорошо. Это очень важный вопрос, но не самый главный вопрос книги Иова. Этот вопрос просто у нас автоматически возникает, потому что нам жалко Иова. Но там более глубокие есть вопросы. Но я попробую дать ответ уже согласно того, что мы уже с вами услышали. Потому что Иову нужно было пережить опыт перехода от слуги к сыну. И это похоже, знаете, как на гусенице, которая проходит период куколки и потом выходит бабочка. Это болезненный процесс. Рождение в семью. Осмысление этой семьи. И я делал такой намек, что Адам тоже прошел этот тяжелый путь. Рождение в Божью семью. Но этот путь был тоже связан, может быть, не с ним лично, но с тем, что сын его один был убит, другой ушел от лица Господня, значит, и от их общения. И очень много сложностей, которые пережил в свое время также и Адам. Поэтому одним из ответов – это переход с одного уровня на другой уровень. От естественного на сверхъестественного. А это всегда больно. Пожалуйста. Вот такой вопрос. Вот Бог разговаривал с сатаной об Иове. За завесной там. Вот скажите сейчас. Вот сатана приходит, это же падший ангел. Он имеет право говорить с Богом, да? Его Бог допускает. Потому что Бог необъятный, он допускает. Скажите, вот даже сейчас Иисус стоит перед престолом Божьим с кровью своей, да? Скажите, сатана сейчас на нас клевеет? Он сейчас приходит, советует... Он нам подсыпает страдания, так получается? Иногда, да. Потому что получается такая же принципиальная картина, допустим, если что-то проходишь, возможно, сатана пришел к Богу и говорит, вот посмотри, как он процветает, как ему хорошо, его все любят. Давай, может, но Господь, ты, наверное, любишь его из-за того, что то и то, да? Например, примерно, да? Да, дело в том, что некоторые сегодня любят Бога, потому что Бог их одаривает. Да, да, вот. То есть сейчас это может такое быть? Да, если люди будут относиться к Богу, как те, как именно... Вот если я брошу, например, в автомат вот какую-то монету, то у меня будет отдача, какой-то продукт появится. То есть что-то выйдет из этого автомата. То есть если так к Богу будет относиться, что если я брошу, значит, будет. Если я буду хороший, то будет благословение. А если я буду плохим, то не будет благословения. А я вам хочу сказать, что как раз благодать, она связана с тем, что мы получаем, как правило, всегда то, что не заслужили. Незаслужили, да. Вот эта благодать принес Иисус, да? Да, поэтому книга Иова это является книгой прото-благодати. То есть первой благодати, которая раскрывается. Что Бог дарит, невзирая тебе ни на что. Давайте разберемся. Вот те люди, которые так плохо обошлись с Иовом, столько зла ему сделали. Но их же нужно было бы, не знаю, порошок стереть. А Бог снизошел к ним, сказал, что нужно делать, подсказал, да вы возьмите жертвы, да придите к Иову, и пусть он принесет за вас жертвы. Благодать. Да, это благодать. Это благодать. Поэтому я думаю так, что как только мы превращаем Бога в этот автомат, который мы можем использовать, как хотим, вот тогда, возможно, будут нас учить благодати. Потому что благодать Божия не только спасительная, но и научающая. Что мы отвергнули мирские похоти, праведно, благочестиво и целомудренно жили в нынешнем веке, ожидая скорого пришествия Иисуса Христа. Благодать учит нас праведности, правильное отношение с Отцом, с Богом Отцом. Это правильные отношения, это праведность. Целомудрие – это внутренний мир, осознавание, что я Сын Божий, а не раб. И по отношению к другим я веду себя как царское дитё. Это благочестие, правильное отношение к другим людям. То есть я тогда благословляю, не проклинаю, потому что я больше над меньшими. Я не хвост, я голова. Я первый проходит, за мной идут другие. Вот о чём указывает, на что указывает благочестие. Пожалуйста. У меня ещё один такой вопрос. Вот почему именно Иов? И я так понимаю, что в том благословении, в котором находился Иов, всё-таки задействована его праведность. И когда сатана подходил так плотно к нему и говорил перед Богом, вот ты, Моя, манипулируешь своими детьми. Я так понимаю, что Бог допускал эти моменты, потому что Он знал, что вот именно Иов выдержит эти испытания. Он пройдёт. И Бог не рисковал, да, вот этим доверием. Вот я не знаю, как, может быть, я неправильно сформулировала вопрос. Нет, я думаю, что Вы правильно сказали и подчеркнули очень чрезвычную мысль. Поэтому я иногда, когда беру первую часть и третью вместе, соединяю часть, а мы дальше будем рассматривать, что это три части в этой книге, или точнее, книга, состоящая из трёх книг. Так вот, когда ты берёшь, ты берёшь первую часть и вторую часть берёшь, третью часть книги ты берёшь, то ты видишь, что праведник обязательно устоит. И Бог делает ставку на праведника. То есть, мы проходим путь воли, которой мы подтверждаем эту Божью благодать, и мы её проходим только потому, что мы праведники. Неправедники, они не страдают. Вспомните Лазаря, он праведник, но он проходил путь страдания. В глазах общества он был кем? Нищим, отбросом общества. Но в глазах Бога он был кем? Праведником и дитём Божьим, добавлю. А другой, который казался вроде бы сыном Авраама по плоти, который пишествовал бристательно, но, по сути дела, он был нечестивым, он попал в ад. Поэтому я думаю, что как раз большое внимание у Бога как отца, как раз направлен на праведника. Я так понимаю, мы можем ободриться, если кто-то проходит сейчас тяжёлую ситуацию, то это только потому, что ты праведник, и ты пройдёшь. Да, и поэтому мы теперь получаем ответ. Смысл страдания праведника. Не потому, что он грешник, а потому, что он должен прославить Бога как отца. Запомните, как отца. Он не должен отреклись от своего знания, чтобы приобрести опыт этого усыновления, так мы назовём. Он должен пропитаться отцом. Он должен переживать отца. Я вспоминаю своё обращение к Богу. Это было в 83-м году. В то время я положил комсомольский билет, и на меня началось сильнейшее давление со стороны властей. И что у меня оставалось в тот момент? Или отступить назад, или идти вперёд. И благодаря тому, что я учился познавать Бога как отца, и я напитывался Его благодатью, я взывал Ему при каждом случае, при каждом дыхании, будем грубо выражать. У меня жизнь, это была постоянная молитва, это было что-то невероятное, что впоследствии, с годами, я ещё по инерции получал как благословение. Я не только получил закалку, в божественной любви, но это позволило мне ещё пройти жизненный путь, даже тогда, когда, может быть, я уже где-то ослабел. Но по инерции ещё было очень много вот этих взаимоотскрепляющих связей с отцом. Поэтому это не только частично сейчас страдание, чтобы только получить что-то, но это как великое благословение для того, чтобы проходить земное поприще. Пожалуйста, ещё один вопрос, и мы продолжим дальше. Есть? Есть, пожалуйста. Здесь же в этом стихе, где говорится о том, что сатана предстал перед Господом, здесь же так и говорится, когда пришли сыны Божьи. Кто такие сыны Божьи? Значит, сыны Божьи – это выражение, которое, как правило, обозначается как небожители. Ну, некоторые приводят как ангелы. Кто-то называет элохимы. То есть, есть такое тоже определение, то есть, находящиеся на небе, другими словами, элохим. Но здесь именно употребляется слово не элохимы. Здесь употребляется именно, знаете, еврейское слово, да? Сын, как означает, бен, да? Да? Бени, да? Значит, а Божье тут, вот можно сказать, как раз и говорится, бени элохими. Бени элохими. Я думаю, что так оно есть. Сейчас посмотрю, точно так или не так. Да, даже больше того. Бени ха-элохим. Ха-элохим. То есть, еще больше подчеркивается. Да, что не просто Всевышние, а сыны Всевышнего. Вот так можно сказать. Всевышнего. То есть, с артиклем. А Всевышний тискак имя. То есть, они его называли Всевышний. То есть, они к нему обращались как Всевышний. То есть, вот. Поэтому такое ха указывает на имя. То есть, здесь имя. Не просто, что он выше всех, а в том, что вот так к нему обращались. И это не титул, это именно имя. Атикль ха указывает на... Вот. Бени. Бене и Летин. Да, Летин. Хорошо, друзья мои. Давайте мы сейчас с вами посмотрим на очень интересный отрывок. Это из Ипилия, 400 глава, 13 по 16 стих. Я попрошу вас, чтобы кто-то прочитал вслух для нас. Пожалуйста, дайте микрофон. Сын человеческий, если бы какая земля согрешила передо мной, и я послал бы на нее голод и сталь губить на ней людей и скот, если бы нашлись в ней сии три мужа, Ной, Данил и Иов, то они праведностью своей спасли бы только свои души, не спасли бы ни сыновей, ни дочерей, а они только они спаслись бы. Иезекиария, 14 глава, 13-16 стих. Спасибо. И я думаю, что можно прочитать еще 17 стиха. Давайте мы еще прочитаем. 17 стиха по 20 стих. Пожалуйста. Может кто-то другой прочитает. Где текст? Кто-то дальше. В Библии. В Библии, да, да. Вот Иезекиария, опять же, Иезекиария, книга Иезекиария, прошу прощения. Я все в 14 главе. 17-20. Или если бы я навел на ту землю меч и сказал, меч, пройди по земле, и стал истреблять на ней людей и скот, то сии три мужа среди нее, живу я, говорит Господь, не спасли бы ни сыновей, ни дочерей, а они только спаслись бы. Или если бы я послал на ту землю моровую язву и излил на нее ярость мою в кровопролитии, чтобы истребить на ней людей и скот, то Ной, Даниил и Иов среди нее, живу я, говорит Господь Бог, не спасли бы ни сыновей, ни дочерей, праведностью своей они спасли бы только свои души. Спасибо. Вы удивляетесь, что здесь не то Враама, а упоминается Ной, Даниил и Иов. Очень интересно. И вот эти три человека, они выделяются. Как вы думаете, о каком спасении идет здесь речь? Есть разные виды спасения, вы знаете, да? Есть спасение, которое касается, например, от врагов спастись, от смерти, от болезни, от погибели, от ада, от гнева жены. Как вы думаете, какой здесь смысл спасения? Да, от Божьего гнева на той земле. То есть, о физическом истреблении идет речь. Здесь не говорится с позиции вечности. Здесь говорится, что эти люди остались бы троем бы, если бы они жили в одной местности, а все остальные были бы уничтожены. Примысловами, город был бы полностью уничтожен бы. Иерусалим бы полностью был бы уничтожен бы. Чего бы не осталось, а эти три человека бы остались бы. Вы помните, тоже было какое-то такое интересное свидетельство, когда троих бросили в огненную печь. Помните, да? И они спаслись, да? Но праведностью своею, сказано здесь, вас это не смущает? Ведь мы привыкли говорить о праведности Божьей, о праведности Христовой, а тут своею праведностью. Как же так понять? Здесь слово своею означает приобретенный на практике. то есть стало их собственностью. Они понимают источник исходящий этой праведности, что по милости Божьей они не исчезли. Но при этом в этой милости они взяли очень хорошие уроки и поэтому они стали людьми с большой буквы. Поэтому здесь говорится о людях с большой буквы. Конечно, мы с вами могли бы рассмотреть еще послание к евреям, 11 глава. Там тоже герои с большой буквы. Да, герои веры, совершенно верно. И я вам хочу сказать, Бог хочет нас тоже сделать героями веры. Он хочет, чтобы мы, когда смотрим на жизнь Иова, изучаем ее, размышляем над ней, чтобы мы поднялись выше других. не потому, что мы лучше, а потому, что мы хотим быть ближе к Отцу. Мы не хотим затеряться там среди серой массы, но мы хотим быть поближе к Отцу. Мы действительно хотим быть сынами Всевышнего, только с хорошей стороны. мы хотим быть рядом с Ним и пребывать в вечности. И Отец это знает. И однажды это произойдет, когда будет воссоединение и телом, и духом, и душой святых Божьих со своим Отцом. Пожалуйста. Пожалуйста, теперь еще раз мы давайте обратимся к посланию Якова, это лова, 11 стих. Я уже сегодня его приводил частично. Пожалуйста, кто-то прочитает тебе вслух. Вот, мы ублажаем тех, которые терпели. Вы слышали о терпении Иова и видели конец онова от Господа, ибо Господь весьма милосерд и сострадатель. Обратите внимание, каким предстает понимание Якова, который находится под руководством Святого Духа, когда он размышляет об Иове и о Господе. Каким он предстает? Долготерпеливый выявил, да? Но с другой стороны, какой Господь? Какой? Милосердный и сострадательный. Вам понятно слово милосердный? Что отражает смысл слова милосердный? Это что-то нежное, правда? Нежное в сердце. Что-то хрупкое такое, что может разбиться, или то, что можно ранить. Да, оно такое нежное, такое особенное. Вот таким отец проходил, когда видел переживания Иова, своего сына. Вот таким путем он его проводил. И он, как сказано дальше, сострадал, да? Вы понимаете смысл сострадания? Это одинаково страдать с тем, кто другой страдает. Бог не смотрел на переживания Иова просто так, со стороны. Он переживал или проживал страдания Иова. отец учился быть отцом. то есть, не только по знанию, а в опыте. Ведь когда ребенок что-то переносит, земной отец что делает? Так, ну, не обращают внимания на ребенка. Ой, не знаю, как вы, но я помню, был такой момент, наш один из детей, мы живем в сельской местности, он вечером пошел гулять, а ему было всего лишь около двух с половиной лет. Как раз а я не обратил на это внимания. Я занимался своим делом. А потом, смотри, его нет. Я спросил жены, слушай, ты не видел нашего Андрюшу? Нет, не видели. Позвонили по соседям, нету. Пошли туда, где обыкновенно он бывает. Нету. Темно уже, вечер, дождь. Находит такая погода, примерно как сейчас, только еще прерывается дождь. И я то в одну сторону, то в одну сторону побегу улицу, то в другую, то в третью. Нигде нету. Я взял велосипед и сделал такой круиз по всему, по всему нашему поселку. И возвращаюсь домой, и мне слезы льются. И в этот момент я пережил опыт потери сына. Я понял, что такое потерять сына. после этого я приехал, и Бог меня повел сразу на колени, и начал молиться, чтобы с одной стороны все-таки отпустить вот эту боль, которая в сердце, а с другой стороны просто Бог хотел мне дать указание, и Он мне показал, где Он находится. И когда я встал с колен, я сказал жене, Он там. И действительно Он там был. Он пришел туда, когда никуда ты не заходил. Я пережил этот опыт. Опыт страдающего отца, когда видит, что рядом нету сына. Ио переживал опыт страдающего отца. Вы помните, когда его дети умирали, или точнее умерли. Это не так легко было сказать, Господь взял, Господь дал, Господь взял. Это будет имя благословенно. Это не так просто. Я понимаю на личном опыте, потому что я тоже где говорил слова, тогда на колене Господь ты дал, ты взял. Но насколько болезненнее это нашему Отцу Небесному. Нашему Отцу, когда дети его проходят болью. Поэтому мы не одиноки в этой боли. Ну а если мы сейчас возьмем самую большую боль, которую только можно сказать, это не боль Иова. Она является прототипом какой боли? Иисуса Христа. И боль не просто то, что его бичевали, что лилась кровь, что над ним издевались, а вот тот разрыв Боже мой, Боже мой, для чего ты меня оставил? Разрыв Отца и Сына. Разве его можно передать? Это невозможно передать. когда Сын висит на кресте и разделенный со своим отцом, пусть временно, но разделенный, и он вопиет в небо, чувствуя, что закрыто небо. Элоэ, Элоэ, Лама, Самохвани. Боже мой, Боже мой, для чего ты меня оставил? Отец рядом был, но сыну надо было пройти путь. Ему нужно было исполнить пророчество, записанное в книге Псалтырь, 21-й псалом. Вы помните, как раз этот псалом начинает со слов Боже мой, Боже мой, для чего ты меня оставил? И мы можем с вами его перечитывать и понимать какой-то частички, что же и что переживал отец в разлуке с сыном. Поэтому когда мы говорим с вами, что отец он милосердный, он сострадательный, это не просто эпитеты, это действительно сильная боль, которую нельзя передать, она отражается. И когда мы с вами читаем эту книгу, мы должны понимать, что за каждой болью Иова стоит такая же сострадающая боль отца. Поэтому это не просто пари между Богом и дьяволом, где разменной монетой был Иов. Не подумайте, вот почему я сегодня разбиваю этот миф. В этой книге рождается отец и рождается сын. в мук как. Помните, апостол Павел говорит, в мук как рождение, доколе вас изобразится Христос. Подобным образом, если мы занимаемся с вами ученичеством, то наши подопечные, когда проходит что-то с нами, мы с ними переживаем, мы тоже как бы в этих родах вместе с ним. Мы не можем им ничем помочь. Физически не можем. Слово можем. но то, что они проходят трудное время, что-то сокрушается в их жизни, и мы жалкие утешители, и мы не знаем, что делать, что у нас остается? Не стоять в стороне, а сострадать. Но сострадание возможно только когда будет милосердие. Потому что люди, которые пришли, его друзья, Иова, они же пришли сострадать? Или нет? Да, и они пришли, и они сидели рядом с Иовом, и потрясая, да, потрясаясь внутренне, переживали с ним, но потом что-то произошло. Раскрылось их несостояние сердца. какое состояние сердца? Там не было милосердия. Там были какие-то правила. Правила или от опыта исходящего, который кто-то принял жизненного, кто-то от традиций, которые переданы от отцов, а кто-то от субъективных переживаний. И вот они все были наполнены не милосердием, а каждый был наполнен своей позицией или традицией. Или же знаниями, которые он получил, смотря на окружающий мир и делал логические выводы. Или же это было, как мы говорим, субъективное переживание, когда он начал говорить, что у Бога даже нечистое и необистое, он даже не доверяет никому. Но мы знаем, он доверяет и он сострадает и милосердный. Поэтому книга Иова, она очищает нас. И мы не можем ее просто так читать, мы ее читаем состраданием. И в этом тоже роль изменения нас. Эта книга, даже когда мы сострадаем, Иова, когда мы проходим вместе с ним эти пути и видим самих себя, мы становимся чище. И мы очищаемся, как сыны Божьи. мы очищаемся от шелухи этого мира, который нас облепляет. Мы очищаемся и мы понимаем, что нет ничего ценнее того, который рядом с нами. Мы учимся жить верой, а не видением. Мы уповаем на руководство Святого Духа и, доверяя Слову Божьему, проходим эту боль, но мы знаем, что мы не одни. Мы с Отцом. Еще один пример. И мы перейдем к следующему моменту нашего сегодняшнего изучения. Это тоже было связано с одним из моих детей. Они только начали ходить, делали первые шаги. И я старался смотреть за ними, чтобы они где-то что-то не стянули, не перекинули на себя, чтобы не сделали себе какую-то травму. И помню однажды был такой момент, когда один из старших сыновей ворвался в комнату и дверь открыл резко. И рядом находился младший ребенок. И если бы я не ходился рядом, я не знаю, что стало моим меньшим. Поэтому я подставил руку и дверь не ударила моего малыша. запомните, Бог нас не оставит, Он защитит. Он защитит, и когда нужно поставить эту руку. Поэтому и сказано втором послании Коринфянам, благословен Бог, отец всякого утешения, утешающий нас тем утешением, которое могли бы и других утешить. Книга Иова, она нас утешает. Она нас не настораживает, она нас не пугает, она нас утешает. Утешает, потому что долготерпение, оно связано с утешением. Почему мы долготерпим? Потому что мы знаем, что нужно обращать внимание не на себя, правда? Я не один, я не супермен, но мне нужно обращать внимание на кого? На Отца. Он рядом со мной. Он подставит руку. Вас постигло искушение не ноя, как человеческое, но верен Бог, который не попустит нам быть искушаем сверх сил, но при искушении даст облегчение, так, чтобы вы могли все перенести. Вот такое утверждение записал апостол Павел в первом послании Коринфянам. Поэтому я бы хотел бы, чтобы мы наполнялись вот этой божественной любовью, отцовой любовью, чтобы вот и сегодня вот этот прилив, вот этот вот поток божественной любви он нас пропитывал. И когда вы придете сегодня домой, я хотел бы, чтобы вы перечитали первые несколько глав. Вот этот пролог, вот это вот то особое таинственное, что не было известно Иову, но в чем он потом учился познавать, что отец рядом с ним. Перечитайте об разговоре Бога и сатаны. Посмотрите с той позиции, которую мы сегодня с вами рассматриваем. И посмотрите, как проходил это Иов. Что ему хватало, что ему не хватало. Я думаю, это очень хорошее будет для вас задание. Ну и главное, пропитайтесь, пропитайтесь, пропитывайтесь любовью отца. Пусть эти страницы, первые страницы, книги, они вас просто прямо захватят этой любовью, любовью отца. Пожалуйста, дальше. Теперь мы приходим в структуре книги. То есть мы теперь посмотрим на некоторое послание, которое заключается в структуре. Вы, наверное, знаете, что как в Ветхом Завете, так и в Новом Завете записи, они были связаны определенной структурой. Например, когда мы читаем с вами книгу второзакония, то там есть такие системы, которые называются параллелизмой, но хиазматическом варианте. Параллелизм это значит, какие-то мысли повторяются или дополняются друг другом. это такая форма изложения материала. Например, в псалтере это постоянно идут эти параллелизмы. Поэтому в каком-то псалме какая-то может быть одна мысль бывает, не больше. Да, параллелизм это, понимаете, параллели. То есть одна мысль идет, потом она дополняется или же повторяется, или усиливается, или наоборот контрастом делается. Но есть еще структуры, которые называются хиазм. Структура хиазма это структура, когда начинается и завершается как бы одинаково, с одинаковыми словами, одинаковыми мыслями. Потом вторая часть и предпоследняя часть, они тоже похожи. И в конце, в середине, в ядре самое главное, самое важное. Например, когда мы с вами читаем послание к эфесянам песни апостола Павла Баруха Даная «Благословен Господь и Отец», то она начинается с тихого провозглашения, потом все громче, 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 и десятый стих первой главы, там сильнейшее фартисимо, это центр этого физматической структуры, там говорится, что все земное и небесное должно соединиться под главой Христом, и потом начинается утешаться, 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 и приходит опять на тихое поклонение. Поэтому эта структура очень важна на восприятие на слух. Тогда, как вы помните, не было священного писания у каждого, и нужно было на слух воспринимать. И были так называемые ударные слова, ударные мысли, и ударные интонации. Поэтому есть определенное послание в каждой книге согласно структуре. И, конечно же, книга Иова не исключение. Пожалуйста. Вот видите, какую структуру, например, я увидел в этой книге. прежде всего, я, наверное, сейчас подойду, если можно, и постараюсь вам, как бы, чтобы вы прочитали, чтобы вы прочитали, что здесь написано. Итак, я сам плохо вижу, потому был человек. То есть идет речь о человеке. То есть человек жил, однажды он родился, и он жил. Был человек. Был человек. Обратите внимание, как завершается. Умер Ио счастливым. То есть он был и умер. То есть я привел примерную цитату, но видите связь, да? Начинается был, жил, и можно сказать, что его уже нету, потому что здесь идет речь о прошедшем времени. И умер Ио счастливым. Дальше идет речь о его детях. И завершаются дети и внуки. видите сходство. Следующее идет речь о богатстве. Третьим пунктом идет богатство. И завершается богатством. Потом идет ходатайство. Вы помните, что это было за ходатайство? Ио ходатайствует и приносит жертвы за своих детей, которые заканчивали круг пирши. может быть похулили дети что-то. Или кого-то. Скипачи богом. И дальше вот когда мы видим перед рамочкой, там тоже ходатайство идет. Ио ходатайство за друзей своих. Он выходит на новый уровень. и вот в центре вот это сильная фиазматическая структура. Очень сильная. То есть она очень важна. Хотя она тоже имеет свои особенности. Видите, разговор на небе и что есть? Разговор на земле. по сути дела разговор на небе идет Бога сатаной. Точнее сатаной с Богом. Правда? Разговор на земле идет Ио с его друзьями. Хотя потом вмешивается Бог. Итак, разговор на небе и потом появляются три друга. В разговоре на земле тоже речь идет о трех друзях. Но 3 глава 1 стих там говорится о психологическом срыве. Там дальше описывается психологический срыв. А в разговор на земле чем связано с покаянием? Покаяние. Проблема сердца решена. То есть вы видите вот такая интересная структура книга Иова. Она начинается и завершается очень таком объемном но целенаправленном послании. Начинается с жизни. Переходит на детей. людей. Дальше говорится о богатстве а потом о ходатайстве. Но начинается с ходатайства потом богатства дети и переход в вечность. скажите пожалуйста какой бы вариант хотели бы выбрать первый или второй начало или завершение второй правда потому что во втором главное есть ходатайство да книга Иова говорит о том что наш главный герой он становится прототипом ходатайствования Иисуса Христа великого переосвященника он переходит от отца который заботится о своих детях к тому который уже переживает о большем количестве людей и он заходит за пределы его дома больше того говорят что его друзья были не с одной местности а с разных местностей и таким образом он как бы объединил целый регион своим ходатайствами а теперь пожалуйста какой мысли вы здесь для себя еще увидели что вам еще Господь подсказку дал да совершенно верно и он выходит на новый уровень на уровень ходатая как можно ходатайствовать за другого если ты не пережил этого сытый голодного не поймет иисус христос он прошел земной путь для того чтобы пережить с нами человечество чтобы понять кто такой внутри человек не просто по знанию а по переживанию потому сказано что он совершился виновником нашего спасения и поэтому он знает как нам помогать представляете у нас теперь есть два помощника добавим еще третьего параклета святого духа отец который с нами все переживает и иисус христос который за нас ходатайствует и нам помогает и конечно же дух святой который нас утешает потому что мы знаем что он есть утешитель или как иврите изер он помогающий он утешающий он взбадривающий но иногда обличающий но как правило утешающий поэтому мы с вами не одни и его был не один и постепенно начал это понимать хотя он говорил бог далеко я здесь на земле он на небе и нет посредника о если бы был бы этот посредник а он уже был он уже был приготовлен прежде создания мира наш господь иисус христос то есть эта книга говорит нам уже о вести нового завета мы начинаем от ветхого завета где дается идея о процветании главное и куда переходим к ходатайствованию к духовному служению человека с большой буквы а это уже все приложается прилагается и его выполняет свое предназначение не просто праведного благочестивого человека не просто человека который удаляется от зла и непорочный но этот человек должен стать прототипом иисуса христа он должен показать этот путь по которым нам нужно следовать идти подражая иисусу христу ведь нет ничего большего когда мы стоим пролом из-за других когда мы сопереживаем когда у нас милосердие в сердце а уже если будет богатство то слава богу не будет лазер тому пример главное у нас есть переход в вечность и умер и был перенесен на лоно авраамов добавим там где лазер там где авраам и даже если наши дети с нами слава богу если не разъехались ну что ж если кого-то бог забрал от земли тоже может быть но мы там встретимся у нас есть перспектива у нас есть прекрасное земное проходит а вечное вечно пожалуйста перерыв